Фу-ку-ку, пятая марта, мир в синюю книг. Ой боже, это же мой друг книга. Но их несколько, ура, писал Матронк Андреевич Медуза. О-о-о, библиотека. Итак, Аэру Тэр Грустнович Чика, 12 ноября 1772 года, 13 декабря 1840 года. Чика. Спустя 15 минут. Я прочитал одну главу, она неинтересная. Чика-чика-чика-чика-о-о. Чика-чика-чика-а-о-о. Грустный Артур Чика. А это что за книга? Да мне даже на две хватит. А почему за эти книги написано? Не открывай. Ну все-таки открою его. Я вас не подслушаю, все-таки я вас открою. И что там? Не-не-не. Пусть его не буду открывать. Особо на всю шестую страницу. Извините, а у вас есть книги. Кроме грустного Чика и Лаффкрафта. Ну извините, а у нас только Чика и Лавкрафт. Стой, я же пошутил, там многие писатели есть. Тут есть Жопкин, Гавнакин, Галкин, Пенисов, Грустно и другие. ХМММ, грустный Жора Пепович Какашкин. Сейчас я прочитаю рассказ. Какашка в пальце, с 561 по 600. Какашечный род был у Пеппы Кэсда. Грустный Жора он написал, слишком грустный рассказ. А это что за машина? Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам. В этом чего-то не хвата. Аха-ха-ха. А теперь готов к полёту. Он летал, и летал, и летал. Пока не вспомнил, что он... Да, жопорук! Ну блять, Никита, жопорук! Ну что ж, Никита, ты вспомнил мне машину. Я уже без... Но она же стоила пятьсот тысяч рублей. Ты думаешь, что я зря их потратил? Ну ты, конечно, дурак. Еле-еле, что если его вытащили, то тоже что-то, противно, он разбил, как тебе не стыдно. Ну что ж ты их возмущнить? Такой чуть-чуть появился. А я как раз хотел читать Жрёбкина. Ну вот. За что? За что?